Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжается кубеседу Евангелия от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем 13 главу. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его прийти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца взлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил сердце Иуде Симонова Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу исходит, встал в свечере, снял в себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Умывать ноги — это работа слуг, это работа, которая была унизительной и считалась нечистой. Это работа, которую выполнял кто-то заведомо более низкий по статусу. Иисус подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Понятно, что Симон Петр на это реагирует с таким удивлением, что как же так происходит, что-то очень странное, как Господь и Учитель может умывать ноги ученикам. Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предятеля своего, поэтому и сказал, «Не все вы чисты». Петр сказал, «Не умоешь ног моих вовек», потому что Петр глубоко шокирован. И он находит, конечно, это очень странным и неуместным, как Иисус, будучи Господом, будучи водыкой, умывает ему ноги, то есть служит ему как слуга, служит ему как раб. И Иисус говорит, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Потому что то умовение ног, которое совершает Иисус, это только часть его рабского служения. Поскольку то, что предстоит Иисусу, это умереть за учеников и умереть за весь мир. Он приходит для того, чтобы послужить. Он приходит для того, чтобы занять самое последнее, самое обреченное место. Он приходит, избрав в себе самую несчастную участь для того, чтобы спасти от нее всех остальных. И для того, чтобы спастись, нужно принять этот его дар. Господь приходит, чтобы послужить нам самым смиренным образом. Он умирает за нас на кресте. И вот спасение предполагает, что мы это принимаем. Мы принимаем это его смиренное служение. И если мы этого не делаем, мы, соответственно, не можем быть спасены. И Иисус говорит, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это смирение Господа, оно посрамляет нашу гордыню. И в этом отношении его очень трудно принять. Потому что человеку легче перенести незаслуженное оскорбление. Легче перенести незаслуженную обиду, чем незаслуженное богодеяние. Потому что человек, который переносит незаслуженные обиды, оскорбления, он может гордиться этим. Он может говорить за то, вот какой я духовный на самом деле. Вот меня обижают, а это с такой кротостью переношу. Вот всех приводит в изумление мое дивное смирение, до чего же я хороший, на древних ав похож. А вот принять чужое богодеяние, это не дает уже никакой возможности похвалиться. Это не дает уже никакой возможности превознестись. И когда человек за тебя умер, ты не можешь этим похвалиться, не можешь этим превознестись. Ты не можешь поставить это себе в какую-то заслугу. И поэтому так трудно уверовать во Иисуса Христа, который спасает нас своей крестной жертвой. Потому что это полностью лишает нас возможности похвалиться. Это заставляет нас смириться перед величием милости Божией. И это трудно, даже трудно, когда Господь просто умывает ноги ученикам. И Петр ему говорит, не умоешь ног моих вовек. И Иисус отвечает ему, другого нет пути. Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги, но и руки и голову. То есть Симон покоряется этому, он принимает, что это так, но тогда он хочет быть весь омыт. Он хочет быть чистым. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, но и вы чистые, но не все. Есть интересное толкование, что речь идет о том, что христианин, путешествуя по пыльным дорогам этого мира, он загрязняется. И он, в принципе-то, весь чист, но у него ноги грязные. И он должен приходить на исповедь, чтобы омываться от той грязи, которая поналипла за вот это его земное странствование. При том, что он остается в целом чистым, в том плане, что он принят Богом. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чистые, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чистые. То есть Иисус абсолютно не является пассивной жертвой обмана или предательства или жестокости. Он отлично знает, что происходит, и все, что происходит, находится под его полным контролем. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегшая опять сказала, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, посланник не больше пославшего его. Если это делаете вы, блаженно, когда исполняете. Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Есть в ряде церквей обычаи умоления ног, в ряде православных церквей, где буквально воспроизводится эта евангельская сцена. Но смысл, конечно, главный не столько в том, чтобы именно мыть ноги, а в том, чтобы проявлять смиренное служение. Мы живем в мире, который построен на соперничестве, на том, кто кого главнее, кто кому командует, кто кому служит, наоборот. И люди стремятся занять несколько более высокую позицию в иерархии. Люди стараются немножко превознестись, люди стараются спихнуть ближнего на ступеньку ниже, чтобы им служили, а не чтобы они служили. И вот Господь Иисус предлагает совершенно противоположный образ действий. Вы добровольно должны избрать служение, подобно тому, как Христос добровольно избирает служение. Если воплощенный Бог, Господь и Учитель смиренно служит своим рабам, то и мы должны смиренно служить друг другу. «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб, поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». Господь предсказывает, что он будет предан, и делает это с целью, которую он прямо обозначает, чтобы вы поверили, что это я, потому что ученики будут глубоко сокрушены, когда Христос будет распят, им будет очень трудно поверить, что он воскрес. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Речь здесь идет об апостолах, и Господь неоднократно это говорит в Евангелии, что «слушающий вас меня слушается, отвергающийся вас меня отвергается». Это стоит отметить, потому что иногда люди говорят, вот мы признаем то, что Иисус говорит в Евангелии, апостолов не признаем, но Иисус в Евангелии дает полномочия апостолам, если его признаете. Более того, Иисус дает полномочия церкви, он говорит, «Я создам церковь, мое врата адовы не одолеют ее». И наше отношение к Иисусу проявляется в том, как мы относимся к тем, кого он послал, то есть к апостолам и к апостольской церкви. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недумевая, о ком он говорит. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, «Кто это?», о котором он говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» И Иисус отвечал, «Тут, кому я обмакнув кусок хлеба, подам». И обмакнув кусок, подал Иуде Симонова Искариоту. После сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. «Господь возмутился духом и засвидетельствовал, сказал истинно, истинно, говорю вам, один из вас предаст меня». Мы видим здесь эмоциональную жизнь Иисуса. Он глубоко возмущен и удручен тем, что его предадут. Он переживает предательство именно с глубокой болью. И ученики спрашивают, кто это. И Иисус подает кусок хлеба Иуде Симонова Искариоту. После этого куска вошел в него сатана. Это кажется парадоксальным, что человек получает кусок хлеба из рук самого Господа. И после этого в него входит сатана. Но это так, потому что человек может ответить на Божье прикосновение, на Божью ласку покаяния. Он может ответить верой. Он может возрыдать, он может заплакать, он может обратиться к Богу. Он может примириться с Богом. Но если он говорит «нет», это становится очень тяжелое «нет». Человек, чем больше к нему проявляется Божья милость, тем больше он ожесточается в этой ситуации. Это так бывает в отношениях между людьми. Представьте себе, что я сделал большую гадость каким-то людям, и эти люди меня великодушно простили. И у меня здесь есть выбор. Я могу сказать, какие хорошие люди, а я им сделал гадость. Мне очень стыдно, что я так поступил. Я был очень неправ. Я постараюсь больше так не делать. Я постараюсь вести себя так, чтобы эти люди поняли, что да, вот они правильно, хорошо сделали, что меня простили. Я теперь полностью исправился. А я могу поступить по-другому. Я могу сказать, ну вот они такие ничтожные люди, даже не могут за себя постоять, не могут за себя отомстить. Следовательно, я могу делать им и дальше гадости, ничего мне за это не будет. Итак, одно и то же проявление милости может привести человека и к раскаянию, и к исправлению, а может к еще худшему ожесточению. Когда человек, имея дело с милостью и терпением, он использует это для того, чтобы еще хуже озлобиться, еще хуже развратиться. И поскольку у человека есть свободная воля, даже величайшие Божьи дары, непосредственное присутствие Бога в лице Иисуса Христа, кусок хлеба, который воплощенный Бог ему подает, Иуда обращает к тому, чтобы окончательно себя загубить. Увы, это так, и Священное Писание нас предостерегает в этом отношении, что близость Божия делает, с одной стороны, вводит нас в Божие присутствие, с другой стороны, дает нам возможность особенно страшного предательства. Потому что мы знаем, что когда бывают гонения на церковь, когда были гонения у нас при советской власти, гонителям очень было важно, особенно они очень были рады, когда отступался кто-нибудь из священников. И были там книжки даже, почему мы порвали с религии. Там был человек один, который был священником, он отрекся от веры, и его очень любили печатать, его разоблачение, вот как мы попы дурили народ, потому что он был ценным приобретением для гонителей церкви. И, наверное, какой-нибудь мирянин не был бы таким ценным приобретением, но вот человек, который был служителем алтаря, который отступился, вот он, наоборот, для сил зла, для гонителей особенно ценное приобретение. И человек, который имеет от Бога дары, который имеет эту близость Божию, он может совершить тем более худшее предательство. И вот в Иуду вошел сатана. Что значит вошел сатана? Сохраняет ли Иуда свою собственную свободную волю? Да, конечно, сохраняет. Вошел сатана, это значит, Иуда полностью предался сатане, и сатана действует через него. Иуда попустил сатане, и есть такой оборот в Библии, для чего ты попустил сатане. То есть сатане можно не попускать, сатана не входит в нас каким-то непреодолимым образом, сатане можно сказать нет. Но Иуда не захотел. И ученики не поняли, что происходит, Иуда просто вышел в ночь, приняв этот кусок. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Прославление, то есть предстоящая Господу смерть и воскресенье. Дети, недолго мне уже быть с вами. Будете искать меня, как сказал иудеям, куда я иду, туда вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете любовь иметь между собой. Перед лицом приближающейся смерти Господь говорит о чем-то самом важном. И Он говорит заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас. То есть Христос возлюбил учеников до смерти. И Он заповедует любовь такую же друг ко другу. И важно помнить, что эта заповедь, которая обращена никогда к другому человеку, она обращена ко мне. Потому что я знаю, что очень много людей, которые скорбят и негодуют на то, что нет достаточной любви в церкви, что они не находят в церкви любви, не находят достаточного тепла. Нам не заповедано находить теплую любовь у других людей. Нам заповедано любить других людей. Это то, что требуется от меня. Вообще, евангельские заповеди — это не про то, как другие люди должны поступать по отношению ко мне. Это про то, как я должен поступать по отношению к другим людям. И то, что я ученик Христов, будет видно из того, что я люблю других учеников Христа, из того, что я люблю церковь. Наша любовь ко Христу проявляется в нашей любви к церкви. Наша любовь к ближнему проявляется прежде всего в нашей любви к церкви. Церковь — это школа любви. В церкви мы встречаемся с людьми, которые являются нашими ближними, которых мы себе не подбирали. Мы просто чаще всего люди, которые являются прихожанами в том же приходе, и мы учимся их любить. И мы, Христовые ученики, если мы эту любовь проявляем. Мы ее не требуем, мы ее проявляем. Это важно понимать. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» И Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». И Иисус отвечал ему, «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе. Не пропает петух, как отречешься от меня трижды». И Иисус идет на смерть. И Петр этого не понимает. Он говорит, «Да я пойду, куда бы ты ни пошел». Иисус говорит ему, «После пойдешь за мною». То есть после Петр примет мученическую кончину. И Петр говорит, «А почему теперь? Я душу мою положу за тебя, я за тебя умру». И Иисус говорит ему, «Трижды отречешься от меня». Петр искренен, когда он собирается умереть за Иисуса. Но Иисус знает, что Петр отречется три раза. И это, с одной стороны, глубоко трагично. Мы знаем, что первоверховный апостол от Господа три раза отречется. С другой стороны, этот рассказ является огромной надеждой и утешением для нас. И вот почему Иисус заранее знает, что Петр отречется. И Иисус не изгоняет Петра. Иисус знает, что Петр отречется, но он потом раскается, и Иисус его примет. И Иисус знает все это про каждого из нас. Иисус знает, когда мы провалимся. Он знает, когда мы согрешим. Он знает, когда мы окажемся абсолютно несостоятельны, абсолютно негодны, абсолютно опозорены. Он знает, когда мы его подведем. И он знает, с кем он связался. Такого не может быть, чтобы, когда мы споткнулись и упали в грязь, он бы сказал нам, ну, я думал-то этого не будет. Я думал, ты приличный человек, а ты оказался вот кто. Ну, иди отсюда. Нет, Иисус заранее знает, что мы за люди. И Иисус заранее знает, где мы согрешим. И Он заранее знает, как Он восстановит нас в общении с Собою. Потому что, когда человек упал, когда он согрешил, когда он отрекся, подобно Петру, к нему тут же является дьявол, и начинает ему говорить, ну, раз ты согрешил, ты теперь уже все, ты теперь уже рассорился с Богом, теперь тебе остается только пуститься во все тяжкие и забыть о вере и церкви вообще. И так, увы, иногда бывает, когда человек уходит из церкви из-за того, что он согрешил, и он становится ненавистником церкви, и можно встретить таких людей в интернете. Это люди полной боли и горечи. Почему? Потому что они не верят в Божье прощение. Давно бы покаялись, давно бы примирились с Богом, и давно бы продолжали жить в общении с Богом. Потому что Иисус всегда готов принять нас, как он принял апостола Петра, о котором он заранее знал, что он отречется три раза. Мы с вами прочитали 13 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова